Мы сегодня с вами продолжим вот такой же самый способ разбирания, как это было в прошлый раз, месяц назад. Была тоже проповедь во время причастия, и мы с вами тогда рассматривали, если вы помните, суд над Иисусом Христом. Вы помните весь тот момент, всю ту историю, и закончилось, что Пилат пытался освободить Иисуса Христа, но под давлением народа, все-таки отдал Иисуса Христа на казнь. Это мы с вами проследили очень четко в четырех Евангелиях, и я хотел бы, чтобы мы с вами это продолжили, потому что евангелисты не просто так уделяют так много внимания именно смерти Иисуса Христа и воскресения. Это самый важный момент в жизни нас, как христиан. Это самое важное понимать, что Иисус Христос сделал, почему это он сделал и как это происходило. Сегодняшняя детская история, наверное, мама специально не заостряла, а момент на Джеке, что он ощущал. Что он там ощущал, этот Джек, который понес на себе обвинение и вину этого мальчика Максима. Вот это маленький пример, то, что мы сейчас больше это с вами будем рассматривать, что Иисус Христос за нас сделал, каждого. Поэтому в прошлый раз мы как базис брали с вами Евангелие Иоанна, потому что Иоанн очень близок был к Иисусу Христу, и он мог хорошо описать, как свидетель все чувства Иисуса Христа. Сегодня же мы с вами будем рассматривать, идти по Евангелию Луки, он как доктор, он хорошо тоже мог собрать все факты и рассмотреть именно физические чувства, физические страдания Иисуса Христа. Ну и параллельно будем тоже смотреть в разные Евангелия. Поэтому у вас в группе WhatsApp есть файл на немецком и на русском языке, откройте, у кого есть возможность на мобильном, на планшете открыть. Я, к сожалению, сегодня не распечатал, потому что именно сегодня у меня кончился чернило в принтере. Прошу простить. Хорошо, давайте мы с вами начнем читать. И повторение 23 глава Луки, 25 стих, то, что было в прошлый раз. «И отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю». То есть делайте, что хотите. Это был Варава, если помните. Варава был отпущен, и мы помним с вами, это первый человек, который получил свободу за счет жизни Иисуса Христа. Это тоже одна из параллелей, что мы являемся такими же самыми варавами, преступниками, осужденными на смерть, но Господь пришел для того, чтобы каждому дать жизнь. И вот мы, если вы смотрите в таблицах, мы сейчас находимся в моменте на первой странице, это когда еще Иисус был там в притории, храм в Израиле, в Иерусалиме, и рядышком была крепость Антония, и там как раз находился весь полк или легион, солдат. Они очень близко были к храму, поэтому там нужно было пройти только по улице и выйти из города, и потом идти на гору Голгофа. Но обратите, пожалуйста, внимание, там тоже у вас выделено жирным цветом, что над Иисусом делали эти солдаты. Вспомните, он уже был бит, он уже был бит, он истекал уже кровью, он уже был бит не только солдатами, он был бит и у Ирода. Это человек, который, он полностью человек, как и мы с вами, он полностью изнеможден физически. И вот в это, когда человек обессилен, намного больше он ощущает. И вот что они с ним сделали? Они его раздевали, они надели на него багреницу, это я смотрю Матфея, можете просмотреть глазами, они сплели терновый венец, помните, да, у терненника очень большие шипы, большие шипы, и они ему палками в голову его утрамбовали. Становились перед ним колени, насмехались над ним, говорили ему, радуйся царь иудейский, плевали в него, били, смеялись, насмеялись над ним. И я подумал, это все можно было вот так вот закончить, вот так вот. Иисус все это мог вот так вот закончить, но он знал, куда он шел. Он знал, что эти страдания ему нужно пройти. Еще одна мысль, которая тоже может вам быть интересна, он выбрал именно смертную казнь. Он мог прийти сейчас, когда есть инъекция смертная казнь, когда есть электрический стул или что-то еще, но он выбрал именно момент, он в пророчествах в Библии сказал, что я умру на дереве, и он выбрал именно момент самой страшной смерти. Самой страшной смерти, и мы с вами сейчас дойдем, почему? Если сказать о теме проповеди, тема проповедь, что именно свершилось на кресте, когда Иисус Христос сказал, свершилось, что именно свершилось, почему Он сказал, свершилось. И вот эти все издевательства, это делал не просто какой-то римлянин, или кто-то еще, это делало творение по отношению к своему Творцу. И такими же самыми не обманывайтесь, и я такой же самый в середине, и мы с вами такие же самыми. Мы такие же самые люди, и способны точно на то же самое, что и эти солдаты. Лишь бы поиздеваться, лишь бы над близкими своими поиздеваться, над смеяться. Когда у нас это включается, оно идет уже, его не остановишь. Вот такие вот чувства, вот такое издевательство, это нам свойственно, это наше. Дальше начинается на второй странице дорога, по-моему, это улица, песня даже есть, Виа Долороса есть такая песня, это дорога, по которой шел Иисус Христос. С 26 стиха читаю Луки, 23 глава, Луки, 26 стих. «И когда повели его, то захватили некого Симона Кириньянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы отнес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа, женщин, которые плакали и рыдали, за ним. Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Щери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Ибо приходят дни, в которые скажут, блаженны неплодные и утробаны неродившие и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам, «Падите на нас и холмам покройте нас, ибо если с зеленеющим деревом это делают, то сухим что будет». Иисус еще по дороге на Голгофу, еще он знает, что через 30 лет приблизительно здесь будет кошмар, здесь будет полное истребление всех, и женщин, и детей, и будет полностью разрушен Иерусалим. И он это видит. Он недавно шел по дороге в Иерусалим, и он плакал об Иерусалиме, потому что это у него в голове. Он знает, как это будет. И он их успокаивает, говорит, «Не плачьте обо мне, плачьте о себе, позаботьтесь о своем состоянии души, посмотрите, где вы сейчас находитесь, потому что будет скоро вам беда, будет горе». Иисус нам тоже говорит, «Дорогие, позаботьтесь о себе, посмотрите, в каком вы состоянии, в каком состоянии ваше сердце, или вы просто ходите по земле и что-то делаете, или вы ищете со мною отношения, ищете то, чтобы я был вашим Господом». То, что мы помните, в прошлый раз говорили, что Иисус показал себя как царь, как тот, кто владычествует. Он показал, кто он такой, Пилат. И вот 32 стих Луки, это третья колоночка, да, 32 стих, 33 и само распятие, сам момент распятия, когда Иисуса прибили гвоздями, вели с ним на смерти двух злодеев. 32 стих и 33 стих. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев одного по правую, а другую по левую сторону». Если вам интересно, вы можете потом посмотреть, в интернете очень много медицинских обсуждений, и доктора делали обсуждения, как, что испытывал Иисус Христос. Мы сегодня не будем заостряться, но важно, что это все сделано из любви, это выбор, это не случайности, это не желание римлян, это каждый гвоздь, каждый удар, это то, что хотел Бог, это то, что Он хотел, это не желание людей было, это то, что Он хотел. Понимаете? Ладно, сейчас. Поэтому нам и в причастии важно вспоминать страдания Иисуса Христа, чтобы мы знали, что это не случайности, это то, что Бог хотел показать нам. Хорошо, извините, пожалуйста. Дальше, третья страница. Это стихи 34-35. Иисус идет, Иисус, прибиваемый на кресте, прибиваемый на кресте, Он говорит и молится, я понимаю, что это молится за всех. Здесь из контекста говорится о тех, кто Его прибивает. Давайте прочитаем Лука 34 стих 35. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, и бросая жребий. И стоял народ, и смотрел, насмехались же вместе с Ним и начальники, говоря, других спасал, пусть спасет и себя самого, если Он Христос, избранный Божий». Реакция народа, вот самая интересная, реакция народа, они смеялись. Часто ли мы смеемся, когда кому-то плохо? Часто ли мы смеемся, когда кто-то упал, ударился, течет кровь? Над детьми своими часто ли мы смеемся? Не смеемся. У нас реакция помочь. А там нас смехались все, люди стояли и смеялись. Кто-то такой возомнило себе. Это ужасно. И этот грех, он в нас сидит. Он в нас сидит постоянно. Мы способны на такие вещи. А Иисус молится и говорит, «Прости им, ибо не знают, что делать». Мы сейчас с вами пытаемся понять, что там происходило. Ужасная реакция людей. Для меня она действительно очень-очень страшная. Это приговор, который вывесил Пилат. И там было сказано, если вы посмотрите, все четыре евангелиста говорят одно и то же самое, что это царь иудейский. Это приговор. Это приговор, это вина. Иногда пишут, убийца, бунтарь. А он царь иудейский. И потом в Иоанне написано, что напиши, что он говорил, что он царь иудейский. Но на самом деле Пилат сказал, что написал, то написал. И это приговор, что он царь. Люди не хотят, чтобы у них был царь. Люди не хотят, мы с вами не хотим покоряться Богу. Совершенно. Это наше. И только по милости Господней он говорит, «Я приду и изменю твое сердце». И вы знаете, умом принять Бога невозможно. Никак невозможно. Только в тот момент, когда моя совесть начнет мне говорить, «Мне нужен Бог», когда моя совесть начнет мне говорить, «Я грешен», вот тогда только я смогу принять. Это Вильгельм Буш хорошо сказал в своей книге, что вера познается не умом. Вера приходит через совесть. Только совесть может мне сказать, сказать, что ты грешен, тебе нужен Бог. Как бы я не знал Бога, как бы я не изучал творения, как там, например, какой-то ученый или кто, и как бы я не познавал этот мир, не рассматривал его, пока совесть не скажет мне, «Ты нуждаешься в Спасителе», мы будем все время только религиозными людьми. Но Господа мы не примем. И вот этот приговор, который над Иисусом висел, нам нужен царь, нам нужно прийти ко Христу, увидеть там царя и переклониться перед ним. Тут один момент в Марке, Марк, 25 стих, это 15 глава, да, Марк, 15? 15 глава, 25 стих, чтобы вы понимали, был же третий час, и распяли его. Это по еврейскому времени, а по-нашему это 9 час. С 9 часа утра началось распятие. И мы с вами проследим сейчас, сколько было вообще это распятие, весь процесс, сколько длился. Дальше мы с вами читаем, продолжаем Луки, Луки, 39 стих. Лука, 39. Один из повешенных злодеев злословил его, говоря, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю, сейчас же будешь со мной в раю». Это покаяние, которое многие люди берут в пример, потому что человек, который, может быть, и не слышал о Христе так много в своей жизни, он занимался своим разбоем, но он понимал, что он заслуженно висит на Христе. Он заслуженно там висит, а этот праведник не заслужен. И он говорит, не просто ты праведник какой-то человек, он говорит, «Когда ты придешь в свое Царство», он понимал, кто это царь иудейский, не просто царь иудейский, а царь, царь вселенной, «Когда ты придешь, помяни меня в своем Царстве». И Иисус ему говорит, «Сейчас же будешь со мной в раю». И недавно же были похороны. И мы понимаем, что люди, которые приходят, умирают, они сразу же попадают в Бог. Верующий сразу идет Бог. Это удивительно, что мы имеем вот это обетование, это обетование, которое нам Господь дал. Мы сразу можем к нему попасть. Перед этим немножко выше, в Иоанне говорится, что они делили одежды между собою. И это очень интересный момент, потому что все события, все обставины по-русски, обстоятельства, спасибо большое, у меня голова не свежая, когда все обстоятельства, все-все-все сходятся, для того, чтобы все полностью пророчества совершились. И это тоже одно из пророчеств. Давайте я вам прочитаю немножко пророчеств. Их в таблицах нету, просто прочитаю. Исайя 53 глава. Исайя 53, 12. Исайя 53, 12. «Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Он к злодеям причтен, к этим двум, и понес грех. Вот это за много-много лет, за 600 лет исполняется пророчество. Бог говорит, «Я хочу, чтобы вы знали, я приду к вам и покажу это все». Еще одно пророчество, Псалом 21. Псалом 21, 17, 18, 19. Там намного больше, там три пророчества в одном псалме. Вы это знаете, наверное. Псалом 21, 17 стих по 19. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, и делят ризы мои между собой, и об одежде мои бросают жребий». Вот это именно, они бросали жребий. А Давиде, это писал Давид, а Давиде не бросали жребий, ему не протыкали ноги и руки, над ним не смеялись, вот так как над Христом. Это все исполнилось для того, чтобы нам показать любовь к Божьей. Бог сказал, я так сделаю, я так задумал, я так сделаю, и Он так и сделал. То, что Иисус говорит в 43 стихе Луки, «Истинно говорю тебе, ныне будешь со мной в раю», это молитва еще одна, или обращение Иисуса Христа. Не так много Он сказал на кресте, заметьте, не так много Он успел сказать, из-за очень сильных мук, таких болей, что Ему каждое слово давалось огромными муками и болями. Хорошо. Дальше. Опять же, люди смеются, они и там смеялись, и здесь смеются, это уже пятая страничка, если вы перевернете, Матфей и Марк говорят одно и то же самое. Как люди воспринимали, что Он там висит. Но для меня стало важно, что они все знали. Они все прекрасно знали. Смотрите. Вот Матфей, например. Других спасал. Спасал. Других ты спасал. А самого себя спасти не можешь. Значит, ты спаситель. Они знали, что Он спаситель. Если Он царь Израилев, если Он царь, они знают, что Он царь пришел. Мы тогда уверуем в Него. А еще Он говорил, «Я Сын Божий». Они все прекрасно понимали. И среди нас тоже так же самое. Люди ходят на улицы. Все прекрасно понимают. Ты копни человека глубже. И человек прекрасно понимает, что есть Бог, что есть Иисус Христос, что нужно прийти и покаяться. Не хотят. И только Божья милость сделала так, что мы с вами сидим в церкви и можем сказать, «Боже, прости меня». Это Божья милость. Это Божье действие. Я предлагаю вам все усиленнее и больше молиться, чтобы все больше и больше людей спасалось. Потому что люди нуждаются в том, чтобы не стоять, не знать, а сказать, «Ты мой царь, прости меня, пожалуйста, я в тебе нуждаюсь». Параллельно, представьте, Иисус висит. Все насмехаются. А Иисус заботится о своей маме. В Иоанне написано. В этот момент он смотрит на свою маму и говорит, «Вот ты, Иоанн, мой ученик, теперь будешь ей за сына, а она будет тебе за маму». Удивительно. Он шел по дороге, избитый по Виа Долороса, он шел, заботился о женщинах. Как он заботится о женщинах? Заметьте, сестры. Как ему важны женщины? Он заботится о женщинах, чтобы они были в охране. И также о своей маме он заботится. Это сердце Иисуса удивительно. Дальше. Дальше мы идем на шестую страницу. 44 стих. Это о времени. 44 стих Луки. «Было же около шестого часа дня, и сделала тьма по всей земле до часа девятого». То есть, если по-нашему это с девятого часа утра он висел на кресте, в 12 дня началась тьма, и тьма была с 12 до 3 часов. Это необычная тьма. Если вы помните, у нас раз в год, раз в 4 года бывают затемнения. Но это затемнение не страшно. Ну, там как бы сильные тучи. Но такого, чтобы на 3 часа не было еще такого сильного затемнения. Было там, раз в 700 лет оно происходит. И тогда, кажется, оно как раз и было. Поэтому на 3 часа это было затемнение. Большущее страшное затемнение. Но оно не просто было. Оно еще совершилось потом землетрясением. И для людей, которые, ну, в принципе, не учились в школе все, чтобы учить физику. Это было страшно. Это реально было страшно. Последние слова Иисуса, которые он говорит в Иоанна. Он говорит, жажду, я хочу пить. Ему дали пить. И мы с вами смотрим Матфея и Марка. Иисус говорит после этого, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Именно в конце он говорит это. Я хочу, Боже, чтобы ты был со мной, но не чувствуешь, что из-за греха, из-за того, что он взял грех каждого из нас, из-за этой ужасной катастрофы, которую человек наделал, Бог не может быть с ним. Бог не может быть с грешным Иисусом. Бог говорит, ты несешь это сам. Ты это выбрал. Потому что в начале еще создания Бог говорит, я хочу это сделать. Я так люблю тебя, дорогой человек, что я хочу это с самого начала сделать, чтобы ты имел спасение. Это ужасно. Но это Божья любовь к нам. И вот мы подходим к вам, с вами седьмая страница. Свершилось. Немножко перед этим, давай, хорошо, я прочитаю из всех мест 50 стих Матфея, первая колонка. 50 стих Матфея. Сейчас вам напомню, какая-то это глава. Матфея, 27 глава, 50 стих. Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни рассеклись. Дальше читаем Марка. Марка, 15 глава, 37 стих. Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Дальше читаем с вами Лука, 23 глава, 45 стих. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки твои предают дух мой, и сие сказал, испустил дух». И последнее, Иоанна, 19 глава, 30 стих, последняя колонка. «Когда же Иисус, вкусив уксуса, сказал, совершилось, и, поклонив главу, предал дух». Совершилось. Что же совершилось? Тут говорится, завеса разорвалась надвое. В тот момент храм, это уже был второй храм, это уже храм, который построил Ирод, это не Соломонов храм был, там была не одна завеса, там было несколько завес. там, если знаете, то сначала был, сначала был как бы вход, коридор, я не помню, как называется, при, там какой-то, как? Ладно, я забыл. потом двери идут, потом за дверьми стоит завеса, она выполняла функцию как бы москитной сетки. Потом начинается святое, большое помещение святое, там были хлеба, там были светильники и еще что-то, и потом было святое святых, которое как раз и было разделено большой завесой. В некоторых источниках говорят, что их там две было на расстоянии вот таком. И одна завеса там была толщиной приблизительно 10 сантиметров, вот такой ковер был большущий. И, но спереди, как бы, двери, когда открывались, храм, в этот храм, Иродовый, они золотые были, то ничего нельзя было видеть, что там происходило, потому что завеса закрывала. Если вы помните, там был момент у Захарии, в начале Евангелия, Захария пошел, он служил, он не первый священник был, он как раз зашел в святое, служить, воскурять, мирное приношение, и он там не знал, что делать, и его там хотели уже вытягивать за веревочку, потому что не знали, что им делается. Они еще привязывали себе колокольчики, чтобы было слышно, что с ними происходит. То есть, люди никогда не знали, что происходит в храме. Люди стояли, вот там вот, все люди, а язычники еще дальше, в другом дворе, они не могли зайти, а там еще и женский двор был. То есть, там очень хорошее было разделение, нельзя было подойти к храму и увидеть, что там людям был закрыт доступ к храму, к поклонению. Теперь, если перенестись в Моисееву, у него был вход в скинию, святое и святое святых, и самая главная завеса была в святое святых. Она тоже была большая, она изображала ангелов на синем фоне, как бы вот там небо. В святое святых стоял ковчег в скинии, стоял ковчег, хлеб, там еще что-то, и люди понимали, там, там заходит один раз в год первосвященник. Он идет к Богу, он идет туда, там, где Господня Слава. Действительно, Господня Слава была между крыльями Херувива. Это просто чуть-чуть понимать, что разные завесы, мы не знаем, какая разорвалась. Может быть, разорвалась передняя, чтобы люди увидели, что там происходит. И если передняя разорвалась, тогда все могли засвидетельствовать. Да, она разорвалась. Если бы разорвалась внутренняя, то священники могли это скрыть. Я не знаю. Но нам важно то, что Иисус Христос теперь имеет доступ и показал нам доступ к святому святых. Не первосвященник заходит туда один раз в год. Мы сейчас будем читать это в евреях. Но Иисус Христос имеет теперь доступ. Вот это свершилось. Свершилось то, что было разделение, никто не мог прийти к Богу на поклонение. Только определенные люди могли поклоняться Богу. И я через твою жертву мог как-то быть приобщенным к поклонению, к общению с Богом. Пришел, отдал овечку, и я уже как бы с Богом. Но у меня нету прямого доступа к Богу никак. Только священники. Только превосвященники, то один раз в год, и то после очень большого ритуала. Спасибо большое. Евреям 9 глава. Откройте, пожалуйста, уже свои Библии, уже таблички можем отложить. Евреям 9 глава. У нас еще немножко времени есть. Да, есть время. И теперь посмотрите, как автор Евреям говорит, что свершилось. Что именно свершилось в разделении между людьми и Богом. Я буду называть стихи, немножко пропускать, потому что это много будет, если все читать. Евреям 9 глава, 2 стих. Он объясняет. Была поставлена когда-то скиния, и в ее первом помещении находилась светильник и стол со священными хлебами. Это помещение называлось святое. За вторую же завесу была скиния, называемая святое святых. Это то, что я вам рассказал. Он возвращается. Не храм важен, а именно, как Господь сказал, в скинии это будет. 6 стих. 6 стих. Евреям 9. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужения, а во вторую, однажды в год один только превосвященник, не без крови, то есть с кровью, которую приносит за себя и за грехи неведенье народа. Он приносит за себя и за грехи народа. 11 стих. 11 стих. Но Христос, первосвященник, будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию нерукотворную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Вот что случилось. Он вошел, разорвалась завеса, и он как человек, он человек на 100%. Мы должны прийти и отдать свою кровь. Священники это делали через козлов и овец, без наказания за грех смерти. Мы должны отдать свою кровь, отдать свою жизнь. Иисус говорит с самого начала, Я это сделаю за вас. Я приду, и вот свершилось то, что теперь разорвано все. Еще дальше сейчас увидите, еще больше интереснее. Он говорит, приобрел вечное искупление. 14 стих. Чуть-чуть пропустил и начни там, Духом Святым принес себя непорочного Богу. 14 стих. Очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному. Бог приходит, через Духа Святого приносит себя непорочному и очищает нашу совесть. То, что нас приводит к Нему, Он очищает. Для чего? Чтобы мы служили Ему. Другого варианта нету. Только единственный вариант, это когда я прихожу, Бог меня очищает, и я Ему служу. Не получается так, дорогие, чтобы я пришел к Богу и жил для себя, как я раньше жил. Я прихожу к Царю и начинаю Ему служить. 15 стих. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование. Дорогие, это вот для чего. Чтобы мы получили с вами обетование, которое получил вот тот человек, который висел. Сейчас будешь со мной в раю. Для этого все и делалось. Чтобы ты мог, дорогой друг, всегда знать, что бы ни случилось, я к Богу попаду, и никаких сомнений нет. Моя вера, Иисус Христос, жертва Иисуса Христа, это то, что ведет меня, и я имею прямой доступ к Господу. Чуть-чуть пропустим, пропустим, 26 стих, 26 стих, следуй, Христос, этому правилу, если бы Он приносил каждый год свою жертву, Он должен был бы страдать многократно, начиная от сотворения мира. Каждый год нужно было бы Христу умирать. Но Он явился один раз в это последнее время, отдав жертву самого себя, для того, чтобы раз и навсегда покончить со грехом. Когда вы, дорогие, думаете, или когда я думаю, что я очень слаб, и я не могу справиться с грехом, с грехом покончен. Иисус сказал, я покончил с грехом, тебе просто прийти ко мне нужно и отдать его мне. Я его все, я искупил. Если вы чувствуете угрызение совести, придите к Богу. Если вы чувствуете, что в вашей жизни непорядок, что в вашей жизни давит это все, отдайте это все Господу. Потому что Он для этого и пришел, чтобы спасти нас. Читаем дальше, 27 стих, 28. Каждому человеку определено однажды умереть и потом предстать перед судом. Так и Христос один раз был принесен в жертву, чтобы искупить грехи многих людей. И Он придет во второй раз, но уже не для того, чтобы взять на себя грех, а чтобы спасти тех, кто ожидает Его. Каждому человеку предстоит предстать перед Богом, предстать перед судом. Каждому человеку предстоит умереть. Каждому человеку нужно будет стать перед Богом и сказать, я Божий или не Божий. Не поможет там хорошие дела. Не поможет там хорошая жизнь. Единственное, это когда человек верит в жертву Иисуса Христа. И последний на сегодня тоже кусок. Следующая глава, 10. Там, где он подводит итог того, что Иисус Христос сделал на кресте. Итак, братья, извини, 19 стих. Извините, пожалуйста, 19 стих. Евреям 10, 19, по 23. Итак, братья, имея дерзновение, входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть свою плоть. Давайте остановимся. Еще раз прочитаю. Мы имеем дерзновение с вами входить в освятилище, в общение с Богом, через Его кровь, когда мы верим в Его кровь. Этот путь новый, это не тот путь, который был через козлов и обранов. Это новый путь. Он открыл нам через разорванную завесу, а этой разорванной завесой является Его плоть. Что это означает? Это очень удивительная такая конструкция. Но что это означает? Что Его плоть, разорванная плоть на кресте, является разорванной завесой. Пока Иисус человек, пока Иисус ходит между нами, пока Он для нас учитель, наставник, но не спаситель, который умер на кресте, мы думаем, что все хорошо. Мораль христианская, гуманизм очень хорош. Но мы не знаем настоящей любви Иисуса Христа. Как только мы понимаем, что Иисус Христос был разорван на кресте за нас, тогда открывается вся любовь Иисуса Христа. Та любовь, которая есть у Бога, она открывается, и мы понимаем, насколько Бог нас полюбил. Теперь давайте немножко возвратимся. Он с самого создания задумал смерть на кресте. Он каждое обстоятельство выполнил. Он хотел так. Он не избегал ни на капельки. Были возможности разные, даже пилата использовать. Он хотел показать вам и мне свою любовь. Только тогда любовь проявляется Божьей, когда я верю, что Его плоть была разорвана за меня. В жизни все меняется, когда, я понимаю, Бог был за меня разорван на кресте. Он является, вот эта человеческая Его плоть, которая пострадала на кресте, и потом уничтожение этой плоти проявила благодать и любовь на нас. Это удивительно. Удивительно, что без смерти невозможно было бы нам познать, как нас любит Бог. Без смерти мы не смогли бы узнать, Бог меня до смерти полюбил. Бог меня до страданий полюбил. Я там должен был быть. Вот что свершилось. Свершилось то, что Бог проявил свою любовь. 21 стих сочетаем дальше. Евреям 10, 21. «И имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем к искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водой чистую, и будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Смотрите, не своими силами будем, там говорится 19 стих, с дерзновением, приступаем с искренним сердцем, не потому, что мы такие хорошие, не потому, что у нас столько силы, а потому, что в конце, ибо верен обещавший. Все обетования, которые Господь говорил, он верен. Как бы мы ни жили, что бы ни произошло, Господь все равно держит нас в своих руках. Это удивительно, что мы можем все равно падать, мы можем все равно делать не то, но Господь говорит, «Ты мой, ты моя, дорогие». Он нас очень сильно любит. Он взял на себя грех каждого из нас, и уже нет никакого разделения Иисуса и человека. Он, как человек, пошел туда, отдал себя, чтобы мы имели доступ. Я предлагаю, если вы хотите сегодня обратиться к Богу, может, кто-то здесь еще думает. Обратитесь сейчас, как тот злодей. Потому, что время идет, неизвестно, что будет дальше. Если у вас есть ваши близкие, говорите им о Христе, говорите им Евангелие, говорите, насколько Бог любит. Бог хочет и дает спасение сейчас. Неизвестно, что будет завтра. Поэтому давайте сейчас встанем, если кто-то хочет, обратитесь ко Христу, подойдите к Диме, и Дима помолится с вами. Потом, после собрания. Это можно сделать в любой момент. Давайте встанем и будем молиться. Субтитры создавал DimaTorzok